Это второе видео, где я познакомлю вас с самыми-самыми основами процесса написания музыки на базе программы Ableton Live. Я надеюсь, что первое видео вы посмотрели, потому что там были важные моменты, которые нам сейчас пригодятся. Я не хочу уже повторяться по поводу, например, настройки, главных настроек программы. И хочется уже непосредственно перейти к процессу. Итак, давайте начнем. Что надо сказать для начала? Существует аудио и миди информация. Миди информация это всего лишь просто технические сообщения. Звука они не несут, а аудиосигнал несет звук. Итак, аудиосигнал. Возьмем из браузера любой аудиосигнал, перенесем его сюда, и вы сразу поймете разницу между аудио и миди. Аудиосигнал вы видите вот волну. Можно ее услышать. Два раза нажмем, здесь подробно уже. А что такое миди сигнал? Сейчас я запишу небольшое миди сообщение. Вот, пожалуйста. Теперь давайте его прослушаем. Мы ничего не слышим, хотя миди сообщение есть. Дело в том, что, как я уже и говорил, миди сообщение это всего лишь команды. Поэтому мы должны сами решить, куда мы эти команды направляем. Два раза нажмем на миди канал, и мы видим, что канал пуст. Нам надо выбрать, куда пойдут миди команды. Для этого мы открываем браузер, встроены инструменты. Добавляем сюда, например, оператор. Ну или ладно, можем не оператор. Для интереса оператор потом для другого использую. Добавим, например, вот этот вот инструмент Collision. Из последних облитоновских инструментов. И вот, замечательно. Мы сразу слышим, что появился звук. То есть мы говорим сейчас Collision играть вот эти ноты вот в это время. После того, как вы разобрались с тем, что такое аудио и что такое миди, у вас возникнет, наверное, естественный вопрос. А как же осуществить настройки этих миди устройств и чем вообще можно пользоваться для создания электронной музыки? Итак, давайте небольшой обзор, кратенький, сделаем по встроенным в программу инструментам по порядку. Есть инструмент Drum Rack. Напоминаю, что количество этих инструментов у вас в программе может варьироваться. Это зависит от версии программы. Я использую последнюю версию Ableton Live Suite. Поэтому у меня есть все инструменты и все эффекты. Откроем Drum Rack. Что же это такое? Drum Rack это для, как вы поняли, для барабанов устройства. Здесь вы видите множество-множество ячеек, куда вы можете забить сэмплы. И либо прямо синтезаторы можете сюда ложить. Ну, например, звуки бочки, да, посмотрим. Вот здесь громкость предпрослушки. То есть вот то, что мы здесь слышим, это предпрослушка. Это ее активирует наушник. А здесь громкость этой самой предпрослушки. Например, выбрали такой звук, перетягиваем его сюда. Нажимаем два раза. У нас открывается редактор этого звука конкретно. Здесь мы можем создать MIDI-клип. Нажимаем два раза. И вот мы видим этот самый звук. Нажмем наушник и услышим его. Теперь создаем для него партию. И запускаем. Вот мы услышали этот звук. Можем его зациклить. Вот это границы зацикливания. Надо, чтобы здесь была активирована эта кнопка. Также, используя Drum Rack, мы можем синтезировать свои собственные звуки. Пользуясь также параллельно другими синтезаторами. Рассмотрим синтезатор-оператор. Сюда его погружаем во вторую ячейку. И это будет у нас звук, например, хай-хета. Вот у нас появился оператор. Настраиваем. Пока это на звук хай-хета не совсем похоже. Но совершенно недолго все настроить. Смотрите уроки на звук.ру по синтезу. И вы поймете, как это все можно сделать. Хорошая особенность Drum Rack, это то, что можно каждый инструмент отдельно обрабатывать. Мы можем взять любой эффект. Возьмем, например, реверберацию. Бросим на оператор. И вы слышите появление такого дополнительного пространства. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова